Еще одна тема, откровение бывшего офицера ФСО. Глеб Каракулов его зовут, сбежал из России, ну и дал интервью поводу каких-то вот нюансов жизни Путина, его путешествий. Вы почерпнули из этого интервью что-то новое? Ну то есть он повторил, да, интернетом не пользуется, мобильным не пользуется, папачки ему носят, ездят в бронепоезде, жена по факту Кабаева, может еще есть какие-то женщины, есть дети, они тоже под охраной. Вот что-то еще такого интересного вынесли для себя из этих откровений? Ну я вынес сомнение по поводу этого человека, ну в смысле вот я не знаю, я не уверен, а почему бы не быть это какой-то операцией ФСБ? Нет, ну в смысле человек такой и есть, работал ли он в ФСО, наверное работал, но а почему он сбежал? А может его отпустили специально, может ему рассказали что рассказывать, мы же в этом можем усомниться. Ну что, Путин здоровый, как бык, и не надейтесь. Вот, вот это ключевой месседж, смотрите, во всем остальном, вот вы сейчас сказали, это мы знали, это мы знали, это мы знали, и вдруг оказывается Путин здоровый, как бык, не надейтесь, может быть и здоровый, у нас тоже нет стопроцентной информации, а может нет, и вот может быть ради этой одной фразы, кстати говоря, вот этой одной фразы, это единственная фраза, которая меня зацепила в этом интервью, честно, потому что она как-то разошлась с общим мнением, с общей картиной, и даже с тем, что, как он выглядит, тот самый Путин-то, да, то так, то сяк, и все не очень хорошо, просто внешне чисто, а вдруг человек, который находится постоянно рядом, говорит, не-не-не, у него здоровье лучше, чем у людей такого же возраста, уж не является, уж не засланный, или это казачок, да, вот этот человек в такой ситуации, вполне может быть, я думаю, вот ради одной этой фразы уже стоило запускать такую дезу. Ну, а вообще этот миф о Путине как неком злом гении, да, и в Голливуде это ретрансилировали, в целом это ретрансилировали, что вот настолько просто много ходов у него всегда просчитано, вот настолько он все планирует, насколько этот имидж, этот миф сейчас еще держится, ну, опять же, вспомним, вот о чем мы с вами только что говорили, расширение НАТО вместо его отодвигания, ну, и в целом много других можно привести примеров. Так в России есть, удачно работает только одна индустрия, это индустрия пропаганды, вот она действительно по-настоящему работает. Мы видим, что она заставила, по крайней мере, убедила подавляющее большинство населения России поддерживать Путина, убедила за него голосовать, убедила поддерживать войну, даже поддерживать ядерную войну потенциальную, но все это сделала пропаганда с российским народом. Не, российский народ тоже хорош, в смысле понятно, что он на все это был готов, ему все эти идеи все понравились, все легли ему по душе, но система пропаганды работала, по крайней мере, иногда в некоторые моменты идеально. Сейчас она, наверное, где-то не так хорошо работает, но опять, в целом, для этой войны, когда мы сравниваем, насколько удачно оказалась действует армия, или насколько хорошо действует государство или российская экономика, то все-таки нет. Единственная сильная сторона – это пропаганда. Естественно, что и в этом вопросе, в вопросе создания легенды о Путине, пропаганда тоже работала очень хорошо. Я помню, как впервые появилась такая история, что, как же там было, какие-то сливы из посольств, чуть ли не Сноуден организовал, нет, кто же там был-то этот, вот этот швед-то, который под Ассанж, Джулиан Ассанж организовал сливы из посольств западных, что, дескать, значит, они называют Путина альфа-самцом, что это такое прозвище. И ты сидишь и понимаешь, ну это точно, просто там, в России, в рекламном отделе придумали, кто его мог придумать, ему прозвище альфа-самец. Ну здрасте, Путин, вы же его видели. Кто, какой из него альфа-самец. Вот, ему придумывают легенду про альфа-самца, что он, дескать, альфа-самец. Россиянам нравится, россиянам такое нравится. И это тоже блестящая часть пропаганды. Кстати, нравится не только россиянам, но действительно какие-то такие люмпины в бедных странах вполне тоже могли повестись на этого Путина. Вот, и что он прям крутой человек, вот у него какие там крутые идеи. Хотя где, мы их никогда не видели, никаких идей, никаких многоходовых. Где-то кто-то план такой, слушайте. Человек действует ситуативно. Мало того, он не просто действует ситуативно, все гораздо круче. Мне кажется, вот если по-настоящему расшифровать, а я все-таки наблюдаю все эти 20, там, уже 3 года за Путиным, 23 с половиной, если взять и расшифровать в обратную сторону, что он делал, каким способом он добивался, чего и так далее. То мы увидим очень смешное. Сначала что-то случалось, что-то происходило само, а потом Путин фиксировал, если это победа, он выходил на сцену и говорил, смотрите, захватили Крым. Если это не победа, он не выходил на сцену и не говорил, что это он. Вот и все. Не удалось захватить Одессу, он не вышел. Тогда я имею в виду, еще в 2014 году. Он вышел на сцену про это говорить. Вот его стандарт поведения. Он докладывает о победах. Ну вот. И точно так же и сейчас он пытается себя вести. Просто тут проблема некоторая получилась у него с этим. Он пытался что-то инициировать. Это опасно. Вы знаете, что за время этой войны он один раз обжегся. Очень больно и сильно. То, что там он спалил каких-то солдат своих, это ему вообще дела до этого нет, естественно, он не интересуется. Но он в начале войны вышел и обратился к офицерам украинской армии. С призывом свергать власть и так далее. Но он никогда до этого не делал таких больших ошибок. Он не обращался к кому-то, зная, что его просто пошлют вот совсем. Просто никогда не был он таким обделанным в результате обделавшимся человеком. Никогда. Потому что он никогда на опережение таких заявлений не делал. Вот если бы случилось, он бы вышел, зафиксировал. Вот вышел, призвал, а его никто не послушался. Причем вообще не нашел никакого отклика. С тех пор он молчит. Он старается молчать и только фиксировать факты. Вот вам и весь этот мрачный гений Путина. Я думал, честно говоря, когда вы сказали, что он обжегся один раз серьезно, что вы сейчас скажете о включении оккупированных, частично оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, а потом случился Душенство Брайволи из Херсона. Это вот не обжегся? Нет, на карте все это, во-первых, Россия, как вы знаете. Во-вторых, он когда это делал, он знал. В смысле он же знал, что он потеряет Херсон. Это не было секретом для него-то уж точно. То есть он знал, на что идет. Он пытался запугивать Запад, чтобы сейчас Запад, ну там все эти такие а-ля трамписты там и так далее, чтобы они знали, что бои идут на территории, которую Россия считает своей. Вот ему надо было это зафиксировать, он это и сделал. Нет, он знал, что он потеряет эту территорию. Вот понимаете, там сейчас это можно и так рассуждать, и сяк. Это, дескать, наша территория, но вот проклятые украинцы захватили Херсон, мы его потом вернем. А вот с этим военным переворотом его не спрячешь. Вот обратился, и вот просто полное молчание в ответ. А он же так красиво обращался. Это буквально человек фактически отдал приказ. Все, выступайте, отдаю приказ, отмашку даю, выступайте. И ни один человек не встал и ничего не сделал. Это значит, что он никто для украинцев. Он в этот день узнал, что он для украинцев никто. Он же до этого не знал. Он, кстати, знаете, у него же какая вот сегодня прям была, это же историческая ошибка у него в голове, что там история альтернативная. Он сегодня выступал перед послами и начал с того, что мы страна, у которой история тысячи лет государственности. И поэтому мы и дальше все остальные следствия. Он даже не знает, что в их стране 33 года государственности. 33 года назад Россия стала независимой, там Российской Федерацией. 33 года как объявила себя страной, понимаете. Поэтому он рассуждает в категории какой-то несуществующей страны, которая была на большой площади, включая, да, и там тоже, где он сейчас стоит, тоже была эта страна, Российская империя. Но он думает, что он там то король Российской империи, то президент СССР. И он не догадывается, что во всех остальных территориях, он правда искренне не догадывается. Он бы никогда не выиграл выборы. Он бы не выиграл, не выиграл бы выборы там в Украине, или в Казахстане, или в Кыргызстане, или в Латвии. Он бы не смог это выиграть, потому что там такие персонажи никому не интересны и не нужны. И у нас такие не интересны и не нужны. Он бы их проиграл просто, вот и все. А он этого не знает и рассуждает, исходя из того, что он везде какой-то ценный человек.